Звездный ответ Барсука. Вот это Путин, да? Вот он на Барсука, собственно, и похож. Ну, дракону он не может быть похож, потому что он... Он родился в год Барсука, это 52-й год. То есть он, лицо серьезное, он не смотрит, когда живет в норе. Живет в норе Барсук, был бы охай. Поэтому он человек, склонный ко всему тайному. Ну, это просто он так родился. Аккуртизм. Нет, нет, к тайному, к спецслужбам. И поэтому он к открытой политике, он не склонен. Например, нельзя представить Путина лидером оппозиции, да? Не склонен. Из-за этого ему надо бы сделать как бы... Пойти в два тура, все путем. Он, например, выбирает 45, второй там 14, во втором туре он побеждает. Но он не может этого допустить. Он даже сам об этом говорит. Старную может качнуть. Он все-таки номенклатурный политик. И вот если он выберется и будет 52, а в реальности будет гораздо меньше, а сейчас будут люди пристально следить, то могут выйти не 100 тысяч, а больше. Конечно, это ничем стране, по большому счету, не будет грозить, но вообще будет сильно, коснет. И отношение части наиболее предообщества к нему может, конечно, сильно ухудшиться. Вот в чем беда, понимаете? Ну, нельзя, не может быть барсук открытым. Например, вот Ельцин был белым медведем. Ну, и похож был на белый медведя. Большой, белый, да? Глазки маленькие, нос крупный. Как на лыжах ходил на северном полюсе. Он один не знает своих конкурентов, он ничего не боится. Понимаете? Он открытый. Никогда не спит, да? А Путин вот он все-таки не открытый. Он по-другому. Его привели, да? Он адекватен стране.